Итак, всем привет! Hello World! Мы с вами продолжаем говорить об андроиде. В предыдущем видео мы с вами создали экран для входа в аккаунт. Соответственно, просим ввести логин и пароль, используя те компоненты, о которых мы говорили в предыдущих видео. TextView для отображения надписи и EditText для обвода текста. И, соответственно, кнопка. Вот. Соответственно, те, кто не смотрел предыдущее видео, посмотрите. Там будет много чего интересного. Ссылка на последнее видео будет сейчас в правом верхнем углу доступна. Вот. А сегодня мы, как и было обещано, поговорим о вложенных макетах. В частности, о вложенных линейных макетах. То есть, давайте запустим, посмотрим, как у нас сейчас все выглядит. Когда у нас один родительский линейный макет, в который мы положили все остальные компоненты с ориентацией Vertical. То есть, вертикально в одну линию все компоненты расположены. А теперь представим, что у нас требования к дизайну экрана изменились. И мы хотим сделать так, чтобы надпись и соответствующее поле для ввода находились на одной линии. То есть, логин и тут сразу же поле для ввода текста. Пассворт и, соответственно, рядом с ним сразу же поле для ввода пароля. То есть, не под ним, а рядом с ним. На одной строчке. Для этого нам как раз и необходимо будет использовать вложенные линейные макеты. То есть, у нас есть родительский линейный макет. И в него мы, как дополнительный компонент, вкладываем еще один линейный макет. Про ориентацию не забываем. И в данном случае, так как мы хотим, чтобы логин и поле для ввода этого самого логина находились на одной линии, на одной горизонтальной линии, соответственно, ориентация у нас будет horizontal. И что мы теперь сделаем? Мы данные компоненты, которые мы хотим, чтобы располагались горизонтально в ряд, засовываем в данный линейный макет. Вот. Давайте перезапустим. Я думаю, кто-то уже здесь видит, как теперь все это будет выглядеть. Вот. Это выглядит примерно так. То есть, у нас логин и поле для ввода располагаются на одной горизонтальной линии. Потому что мы используем линейный макет для этого. Вопрос в том, куда делись все остальные компоненты. Почему? Вот они у нас определены в нашем XML, но ни второго TextU, ни EditText, ни Button у нас больше не видно. Почему? Потому что, создавая еще один вложенный линейный макет, мы как Layout Width и Height выбрали Match Parent. Это значит, что размер его, ширина, высота будет соответствовать размерам родительского компонента, где тоже так стоит. Match Parent. Это значит, что он будет растягиваться на весь экран. И, соответственно, так как Linear Layout определен как первый компонент, то, имея свойство Match Parent, он растягивается на весь экран. И, соответственно, для других компонентов, для них просто нет места. Соответственно, мы их и не видим. Так, давайте определим еще один Linear Layout, в который мы поставим... Так, давайте, пока не будем. Пока изменим здесь свойства на Wrap, чтобы он был ровно таких размеров, которые необходимы. Как вы уже видите, здесь уже кое-что поменялось. Сейчас мы это увидим на экране. Теперь у нас видны все наши компоненты. Соответственно, логин и текст для... поле для ввода у нас осталось. Вот, а паспорт и Enter Password пока что находятся один под другим, потому что мы не создали еще один вложенный линейный макет. Давайте это сделаем. Linear Layout тоже используем. Wrap Content, да, иначе мы с вами не увидим нашу кнопочку. Также горизонтально используем. Горизонтальную ориентацию. Так, переносим это все... Сюда. Переносим сюда. И что мы с вами теперь видим? Давайте перезапустим все. И с вами мы видим, что мы добились того, чего хотели. У нас теперь надпись логин и поле для ввода логина на одной горизонтальной линей. И паспорт, Enter Password на другой. Для этого мы использовали с вами вложенные линейные макеты. В целом, глубина вложений, она не ограничена. В теории. На практике очень такую структуру со множеством вложенных компонентов стараются не использовать без крайней необходимости, потому что для того, чтобы все эти компоненты правильно отобразить, андроиду нужно потребить соответствующее число ресурсов, чтобы вычислить, где как что будет находиться. И, соответственно, чем у нас больше глубина вложений, тем больше этих самых ресурсов нужно. Впоследствии мы с вами увидим, как такого же результата можно добиться, не используя вложенные линейные макеты, а используя один просто макет. То есть функционал, естественно, не изменился. Все осталось, как было. Изменилось только расположение компонентов. И, как мы видим с вами, один минус после того, как мы провели данные манипуляции, что у нас edit text чуток съехали в том смысле, что они не выровнены. Что они не выровнены, как мы видим. Здесь начинается раньше, здесь позже. За счет того, что логин и паспорт имеют разное число букв в надписи. О том, как их выровнять, что сделать, чтобы они выровнялись. Об этом мы с вами поговорим в следующем видео. На сегодня у меня все. Спасибо всем, кто смотрел. Если у вас еще остались какие-то вопросы, что-то непонятно, или у вас есть предложения, комментарии, возражения, пишите под видео. Если видео понравилось, ставим лайк. Также не забываем подписываться на канал, включить колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Ну, а у меня на сегодня все. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.